здравствуйте дорогие любители вязания мы все продолжаем сидеть дома нам всем это уже порядком надоело надеваться некуда и чтобы вам не скучать я приготовила сегодня для вас мастер-класс по вязанию вот такого замечательного узора этот мастер-класс я делаю по просьбе нашей подписчицы китиван гвани и она прислала к нам в instagram схему с просьбой помочь разобраться в этой схеме схема очень плохого качества поискала в интернете лучшего качества не нашла поэтому схему я переделаю и не буду долго останавливаться на объяснениях на разборах узор несложный я очень люблю узоры с ромбами и посмотрите очень благородно выглядит прекрасно подойдет для вязания летних вещей которые я уверена мы с вами еще обязательно свяжем и поносим этим летом раппорт узора состоит из десяти петель плюс набираем 13 петель для симметрии узора и эти 13 петель мы делим так после кромочной 6 петель провязываем затем повторяем нужное количество петель раппорта по 10 петель и заканчиваем семью петлями после раппорта вот эти 6 петель и 7 петель они вяжутся только один раз если вы будете вязать по кругу то петли для симметрии узора вязать не надо итак мы набираем на спицы 25 петель вместе с кромочными 1 кромочная у нас снимается последняя кромочная провязывается изнаночной вяжем первый лицевой ряд 2 лицевые делаем накид 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону так как в первом ряду при наборе петель петли ложатся так как они лежат при классическом способе вязания то 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону нужно провязывать протяжкой снимаем первую петлю провязываем вторую петлю лицевой и протягиваем через снятую 2 вместе лицевой с наклоном влево провязали 5 лицевых я не буду разделять петли до раппорта после раппорта у вас схема перед глазами вам прекрасно видно где кончается где начинаются петли раппорта так 5 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо за передние стенки подхватываем обе петельки делаем накид лицевая снова делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 5 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид и 2 лицевых в конце ряда вот такой первый ряд во втором и во всех изнаночных рядах этого узора все петли вяжем по рисунку это значит мы вяжем петли так как они перед нами лежат изнаночные петли мы вяжем изнаночными лицевые а у нас лицевых тут нету накиды мы вяжем тоже изнаночными получается что все изнаночные ряды мы вяжем изнаночными петлями третий лицевой ряд 3 лицевых делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону вот я вижу всегда бабочки не петлями кроме первого ряда поэтому 2 вместе лицевой с наклоном влево я просто провязываю за задние стенки дальше 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо мне неудобно их провязывать как так как они лежат мне их нужно развернуть 2 вместе лицевой с наклоном вправо за передние стенки делаем накид 3 лицевых снова делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо делаем накид и 3 лицевых конце ряда в четвертом изнаночном ряду все петли изнаночные 5 лицевой ряд 2 лицевых накид 2 вместе лицевой с наклоном влево снова делаем накид 2 вместе лицевой наклоном вправо накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид затем у нас будет лицевая петля накид 2 вместе лицевой с наклоном влево накид 2 вместе лицевой с наклоном влево затем снова лицевая петля 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо снова делаем накид и 2 лицевые в конце ряда в шестом изнаночном ряду мы все петли вяжем изнаночными 7 лицевой ряд 3 лицевые делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону делаем накид теперь нам нужно провязать 3 петли вместе лицевой пояснение к схеме сказано что 3 вместе лицевой провязать с наклоном вправо но я у себя здесь провязала на протяжении всего узора 3 вместе лицевой чтобы средняя петля была по центру вот заканчивается ромбик и вот 3 вместе лицевой средний по центру вот я провязала так мы сейчас с вами провяжем я покажу как я по-своему провязала и так как следующую 3 вместе мы провяжем так как показано в схеме и так вяжем 3 вместе лицевой средняя по центру не забываем что у нас на правой спице накид чтобы не потерять его две петли переносим на правую спицу не провязывая и меняем их местами так чтобы вторая петля вот так перед 1 легла возвращаем петли на левую спицу и провязываем все три петли вместе лицевой вот у нас средняя петелька легла по центру дальше снова делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 3 лицевых снова делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево снова делаем накид и теперь нам нужно снова провязать 3 вместе лицевой вот давайте их про вяжем с наклоном в правую сторону я разворачиваю петли и кто вяжет классика разворачивать не надо провязываем все три петли лицевой вот так вот будет получаться выбирайте способ который вам больше нравится но мне понравился больше вот вот этот способ дальше мы делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид и 3 лицевые в конце ряда восьмом изнаночном ряду все петли изнаночные 9 лицевой ряд 4 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону делаем накид лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 5 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном влево и 4 лицевых конца ряда в десятом изнаночном ряду петли вяжем изнаночными 11 лицевой ряд 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 3 лицевых накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 3 лицевых 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 3 лицевых снова делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево и 3 лицевые в конце ряда двенадцатом изнаночном ряду вяжем изнаночные петли 13 лицевой ряд 2 лицевые 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 1 лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном влево еще раз накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 1 лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид лицевая накид 2 вместе лицевой с наклоном влево еще раз накид 2 вместе лицевой с наклоном влево 2 лицевые в конце ряда в четырнадцатом изнаночном ряду все петли вяжем изнаночными 15 лицевой ряд лицевая 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 3 лицевые затем делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном влево и снова делаем накид дальше 3 петли нужно провязать вместе лицевой выбирайте сами как вам больше нравится 3 вместе лицевой с наклоном влево 3 вместе лицевой с наклоном вправо или 3 вместе лицевой средняя по центру я сейчас провяжу 3 вместе лицевой с наклоном влево за задние стенки мне так удобнее но вот так вот я повторяю мне нравится больше дальше делаем накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо накид 3 лицевые накид 2 вместе лицевой с наклоном влево и повторяем еще раз накид 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 лицевая в конце ряда в шестнадцатом изнаночном ряду вяжем изнаночные петли это последний ряд раппорта смотрим что у нас получается мы провязали один раппорт ширины 1 раппорт высоту посмотрите какой красивый узор еще раз говорю я очень люблю узоры с ромбами посмотрите вот правда даже не скажешь как лучше в какую сторону эти три петельки провязывать выбирайте тут сами в любом случае узор будет как смотреться красиво вот такую красоту мы с вами сегодня научились вязать согласитесь что узор несложно я больше объясняла чем вязала и самое главное здесь внимательность чтобы не пропустить накиды узор давайте скажем спасибо кить иван гвания за идею мастер-класса я желаю вам всем здоровья терпения удачи и легких ровных петелек пока пока